Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир И конечно приглашаем к обсуждению наших телезрителей Варианты мнений здесь могут быть абсолютно разные Может быть вы считаете, что виноваты и сами владельцы компании Ведь они должны следить за своими предприятиями Вовремя проводить ремонт и менять неисправное оборудование Может быть виноваты проверяющие органы Которые зачастую закрывают глаза на недочеты Или виновата сама система Звоните нам по номерам телефонов 200-00-65 и 265-45-00 А также пишите во всех социальных сетях, в мессенджерах Обязательно зачитаем ваше мнение чуть позже И поговорим с вами в прямом эфире Уже идет в течение всего вечернего эфира голосование Которое также запущено и в социальных сетях И по номеру телефона вы можете позвонить Где мы предлагаем вам три четких варианта ответа на вопрос Ну кто же все-таки несет основную ответственность У нас нет варианта ответственности, лежит на всех Поэтому мы понимаем, что так или иначе это все равно Наверное, был бы правильный ответ Но здесь важно выделить главную ответственную организацию И есть несколько вариантов Либо вы считаете, что бизнес, который занимается производством Потенциально опасным Он должен осознавать всю свою личную ответственность И отвечать Это вариант, если ваш В этом случае можете позвонить нам прямо сейчас По телефону 8 800 350 57 82 Также, если вы считаете, что есть ответственность Все-таки на контролирующих органах А их у нас немало Здесь дефицита нет То номер телефона примерно тот же Но последние цифры 83 Но если же вы считаете, что это проблема в целом власти Недосмотра, недоорганизации То ваши последние цифры 84 Напомню, 8 800 350 57 Общее начало этих телефонов Ну и дальше вы выбираете ваш вариант ответа На этот, ну прямо скажем, непростой вопрос Катя, как ты считаешь, на твой взгляд, кто в первую очередь виноват? Я знаешь, когда определялась со своим вариантом Зашла в группу ВКонтакте, где идет такой же опрос и те же самые варианты И удивилась, что мой ответ был в группе, где меньше всего У меня солидарных людей со мной Я проголосовала за бизнес прежде всего Понятно, мы в течение эфира будем говорить, какая ответственность лежит на надзорном органе, на государстве и так далее Но мы почему-то забываем, что сама компания, которая работает на месте Которая зарабатывает в том числе на природных ресурсах Она прежде всего, ну это логично, она обязана делать это так, чтобы не навредить Это элементарно, мне казалось это так И меня удивили результаты того голосования Конечно, в течение эфира они могут поменяться Может быть, мы увидим другие цифры Все-таки, да, многие, я тоже смотрю, отвечают, что виноваты в том числе и контролирующие органы Так, к слову, считают некоторые экологи Вот накануне в воскресных новостях у нас был руководитель Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлю И с ним вот говорили о том, почему такие экологические катастрофы вообще происходят в России И кто должен контролировать промышленные предприятия, чтобы предупреждать подобные ситуации Давайте посмотрим отрывок эфира Три случая, да, ситуация в Норильске, мы все видели эту резервуар, он покрыт буквально ржавчиной Ситуация на Таймыре, которая произошла на прошлой неделе, и там порвался трубопровод И вот эта ситуация в Кежемском районе, и там тоже, вот там сейчас показывают кадры Вот цистерну мы видим, она тоже в жутком состоянии Кто должен следить за этим? Ну неужели, ладно мы, ну я себя ответственности не снимаю Но люди же на местах это видят В первую очередь это должен следить собственник данного объекта Те люди, которые непосредственно с ним работают Если он этого не делает, то что как мы его, то как это происходит? Если он не делает, он преступник Дальше уже здесь должна быть природоохранная прокуратура, Ростехнадзор Которые должны смотреть и сразу же привлекать к ответственности Но они тоже делают, мы же знаем, как было это в Норильске, что они сигнализировали Потом оказалось, что они сняли с эксплуатации, но из эксплуатации не вывели объект Здесь точно такая же ситуация Но получается, что это какой-то замкнутый круг За этим никто, по сути дела, не следит Аварий становится все больше и больше Их и дальше будет становиться больше этих аварий Потому что на то, чтобы ликвидировать эту ситуацию Нужно изменить отношение к промышленным объектам К собственникам промышленных объектов И таких, чтобы они понимали, что если там хотя бы будет 3-5 капель И это будет загрязнена какая-то территория То все, вы попрощаетесь и со своей собственностью, и со своим бизнесом То есть ответственность должна быть соразмерной Потому что страдают природные объекты Но не только природные объекты, но и авторитет России в мире Потому что она смотрит как на людей каких-то пяти капель На варваров На варваров, действительно Потому что это, кроме как варварства, не назовешь абсолютно точно Вот в этом случае наше мнение с экспертом сошлись Если вдруг у вас есть свой ответ на вопрос Кто же должен контролировать, кто заниматься этой проблемой Чтобы мы из недели в неделю не встречали новую экологическую катастрофу Даже в масштабах одного региона, одного края Звоните прямо сейчас 202 065 либо 265 45 00 Какой телефон вам ближе, какой знаком Через несколько минут мы начнем принимать ваши звонки Но пока, конечно, хочется присоединить эксперта к нашему эфиру Чтобы экспертную оценку тоже получить И прямо сейчас на прямой связи со студией Сергей Шахматов Эколог, здравствуйте Да, здравствуйте К вам тот же вопрос, что и ко зрителям, ко всем в том числе Как вы считаете, кто же должен в первую очередь быть ответственным И контролировать все, что происходит Бизнес, отдельные надзорные органы профильные Либо в целом власть И она же виновата, что происходят такие катастрофы Ну, на самом деле все Вы их всех обозначили Вообще не нужно придумывать велосипеды Есть достаточно успешный заграничный опыт Это и американский опыт, и европейский опыт Если хотите, там, среднеазиатский опыт Там, где помимо контроля надзорных органов федерального уровня Есть, безусловно, свой буфер контрольный местной власти Власти штатов, да, региональных властей Ну и, конечно же, не обходится без понятного, прозрачного С понятными механизмами, без злоупотребления, контроля общественного То есть эта система, она работает Просто, может быть, нужно проанализировать сегодняшние власти И, в первую очередь, наверное, федеральные власти Почему? Потому что основное поле правовой формирования Формируется все-таки на уровень федеральным Для того, чтобы запустить эту систему многоуровневую Так называемую систему, которая может где-то, если что-то сбоится в одной части Подстраховать другая часть И если эта система многоуровневой защиты и контроля будет реализована Соответственно, и моментов таких, которых мы сейчас наблюдаем, будет меньше А вы считаете это реально в масштабах той страны, о которой мы говорим сейчас Когда у нас очень многие люди связаны, очень многие системы имеют пересечения И здесь как раз один край всегда может позвонить второму и сказать Знаешь, у меня-то вот не приезжай с проверкой Это вопрос, как бы, вопрос государственной власти Это вопрос, на самом деле, системный И вопрос политической воли, на самом деле Вот еще год назад мы обращались, условно говоря, к сегодняшнему гостю нашему Светлане Родионовой на предмет тех или тех проблем От общественной организации «Красноярский зеленый» Она нас отправляла в форму формальную, письменную и так далее Сегодня уже чиновники переходят на новые форматы работы Готовы уже делать какое-то совместное пространство цифровое Ватсап, Инстаграм и так далее Для того, чтобы иметь четкую, понятную обратную связь Я думаю, нет предела совершенства Я полагаю, что власть сама должна пересматривать И она начала пересматривать, на самом деле Пусть не везде, не всегда подобные моменты Вторая сторона у нас тоже развивается, если можно так сказать Есть у этой всей порочной системы, о которой мы говорим, что в ней в целом проблема Есть же даже такие отдельные моменты, когда вот эти загрязняющие Либо потенциально загрязняющие организации Они аффилируют экспертов, аффилируют экологов, общественников Которые с их стороны дальше выступают, защищают их позицию Вот это какая грань безумия Это действительно происходит в Красноярске, как это видите вы? Я думаю, что это право таульного хозяйствующего субъекта Мне кажется, что этим занимались и занимаются любые предприятия Не только в России, но во всем мире, на самом деле Есть масса историй про Greenpeace, про ВВФ И про другие региональные общественные организации Вот мы общаемся с немецкими зелеными Например, того, что есть зеленое лобби, лоббисты зеленые Это экологи, эксперты В большей части, наверное, это научное сообщество Но это нормальный процесс Это процесс, связанный с тем, что нужно Как в той карточной игре приходить, выкладывать на стол карты И разговаривать предметно, в том числе с экспертами Которые, допустим, отстаивают позицию какого-то природопользователя В любом случае, если есть сформированное правовое поле На предмет того, что нужно все-таки больше уделять Вниманию сохранению природы С одной стороны С другой стороны Использовать наилучше доступные технологии, условно говоря То как бы там какой-либо эксперт или ученый Или там научный сотрудник не апеллировал Каким-либо, не знаю, научным статьям В любом случае победит правда И победит, собственно говоря Подход, который принят в правовом поле И, соответственно, сформирован общественным мнением Непосредственно людьми Ну вот, Сергей, понятное дело Что там нужно начинать и с власти на местах И нужно бизнесу, понятное дело Относить соответственнее к своим предприятиям На которых они, собственно, осуществляют свою деятельность А вот что людям делать? Понятное дело, что это, как говорил И в том числе накануне в воскресных новостях Сергей Михалют Что это наша общая ответственность Есть ли какие-то у вас механизмы Может быть, это как-то нам вместе всем начать решать эти проблемы? Вы знаете, сегодня, на самом деле Запрос на качественную окружающую среду Запрос на то, в каких условиях мы живем Живут наши родители, растут наши дети Он с каждым годом доставит Вот раньше, еще 10 лет назад Тема повестки экологии была во втором десятке По всем разным социологическим вопросам Сегодня это стабильная первая тройка Доходы, экология, образование, медицина ЖКХ Вот, пожалуйста То есть не надо ходить к бабушке никуда Все понятно, все ясно И здесь важно, на самом деле, людям По разным принципам Не важно По принципу проживания в одном месте Там городской Принцип Принцип там Кто за чистый воздух Кто там за домашних животных Кто там за деревья Разные принципы Просто объединяться В коммуникационные группы Коммуникационные Всевозможные вот эти вот Группы по интересам Для того, чтобы обсуждать проблематику Безусловно В режиме реального времени И выражать свое собственное мнение Вот если больше Ну, как можно больше таких Коммуникативных групп Неважно, какого размера Где они находятся Будет появляться И они будут высказывать свое мнение Тем лучше, конечно же, будет Собственно говоря, во всей этой ситуации Потому что и люди, которые принимают решения о власти И люди, которые являются природопользователями Которые влияют на проживающие среды Ничего не останется Как прислушиваться К подобному общественному Сформулированному, сформированному мнению Спасибо большое Вы услышали вашу позицию Сергей Шахматов, эколог Был в программе «Прямой эфир» Прямо сейчас на связи Ну, знаешь, я вот Понятно, что мы сейчас Вместе с экспертами Озвучили некую такую декларацию О том, как должно быть хорошо И не хочется сказать, что у нас на всех уровнях Вот совсем все плохо Это все равно такая мозаика Из отдельных проблем И одна из тех проблем, о которой мы пока не сказали Понятно, мы говорим про коррупцию Про связи чиновников с людьми Которые владеют заводами, пароходами Иногда это одни и те же лица Но есть же еще очень важный такой момент Который чуть легче исправить, чем все остальное Это общая бюрократизированность всей этой системы Я сегодня, вот когда мы готовили Соник эфиру Не зря вспомнила неочевидный пример Наша Сейба, Сесим, где прорыв дамбы Там погибло огромное количество людей Много людей для этой ситуации И за вот этим За этой трагедией За тем, что погибли люди Мы уже забыли о том, что там был существенный вред Экологии, в том числе и огромные загрязнения И воды, и почвы И вот в той ситуации Там же были на месте надзорные органы Меньше, чем за месяц до этой трагедии Они там были, но тем не менее Никто не сказал, что там незаконная дамба Которая нигде нет Потому что это было не в их компетенции То есть есть у одного ведомства одна компетенция У другого ведомства другая И каждый свою зону ответственности закрыл А в итоге беда И никто не отвечал То же самое мы сейчас обсуждаем Камчатку активно Я слушала, что говорил по этой ситуации Камчатский глава региона И я его тоже немножко по-человечески понимаю Он говорит, ну я вот У меня есть там три профильных министерства Я одних, вторых, третьих запросила Они каждый дали отчет по своей теме И говорю, а мне что делать? Каждый свое проверил Нигде ничего не нашел А что мне делать? И я его понимаю Потому что у нас система такая И вот в том числе сейчас Сергей тоже говорил Что вот они отправляли запрос Главе Росприроднадзора Которая сказала, мол Вот, пишите письменно все Потом рассмотрим Как бы о чем тут можно говорить Если у нас вот И в итоге она прилетает сегодня в Красноярск Тоже расследовать вот Все это по-норильску дело наше С мечом рядом, да Карать, когда уже немного поздно У нас есть телефонный звонок от зрителя Здравствуйте Здравствуйте, на связи ли вы? Здравствуйте, здесь я отошла чуть-чуть Здравствуйте, как зовут вас? Представьте, пожалуйста Меня зовут Екатерина Григорьевна Я хочу сказать Вы знаете что? В основном виноваты только наши власти Посмотрите, что творится Такая емкость Она никогда, наверное, не красилась Потому что никакого следования не было Вот я знаю, где я жила В Нижнегарском районе Выросла, да У нас деревня на Высокольск было У нас емкость была Блестела Каждый год ее красили За ней смотрели Какая-то безопасность была А я считаю Сейчас у нас беспредел Я считаю По Танина надо Лишить собственности То, что он нанес Какой ущерб? Лишить собственности И национализировать этот завод Он его не строил Он взял Захапал И таких, как Потаниных У нас много Живут за границей Их дети даже русского языка, наверное, не знают Они живут за счет нас За ним ответственность видите? Или все-таки за властью? Это же хотя бы номинально Я хочу сказать Власть должна разработать законы У нас есть депутаты У нас есть президент У нас есть федеральные службы Почему? Никакой ответственности нет Одного, двоих Лишить собственности За это безобразие Посмотрите, что с лесами делается Вот у меня дача Тростенцова, да? Там весь лес У нас Особенно выходные В рабочие дни Лесоповал идет Все Раньше столько было грибов Пойдешь За час наберешь ведро А сейчас поганки не растут Ветра И никто Я за 30 лет Когда Бедлам начался Никто Даже ни один лесник Не приходил И не смотрел А лес этот принадлежит Емельяновскому району Спасибо большое Екатерина Григорьевна Услышали ваше мнение И мне кажется Очень важный вот этот момент Про ответственность И про наказание Ведь во всех ситуациях Мы видим максимум стрелочников И все И очень резкие наказания Предложила Екатерина Григорьевна Но просто отобрать предприятие И вот она считает Что это будет самым действенным Мы у одного отберем У второго отберем Другие посмотрят И больше так делать не будут Есть у меня мысль По поводу этого высказывания Чуть позже тоже обязательно поделюсь И вас призываем Звонить в эфир И делиться вашими мыслями 202 065 Либо 265 45 2 0 Это номер телефона По которому мы уже принимаем Звонки в прямой эфир Также можете оставлять Ваши комментарии В группе ВКонтакте Ну либо использовать Мессенджеры Вайбер Ватсап 8 933 320 75 45 Приверемся на минуту Чтобы вы успели Записать этот номер Ваш мобильный Если вдруг еще Этого не сделали Или просто позвонить нам В студию Чтобы через минутку Мы продолжили общаться Прямой эфир Вы смотрите программу Прямой эфир Сегодня мы обсуждаем Последние экологические происшествия К сожалению Только лишь за последние Несколько месяцев Мы таких увидели Сразу несколько Даже в масштабах Нашего края Это ставит определенные вопросы В том числе Перед нашей аудиторией Перед журналистами А что же происходит А почему так происходит И кто должен нести ответственность За кем Сейчас есть Недосмотр Недоработка Почему из раза в раз Мы видим серьезный ущерб экологии При этом Абсолютное невнимание властей Ваше мнение на эту тему Мы готовы услышать прямо сейчас Звоните в программу Прямой эфир Наши телефоны не изменились 265-45-00 Либо 200-00-65 Либо можете воспользоваться Группой ВКонтакте Там тоже закреплен специальный пост Либо мессенджеры Тоже к вашим услугам 8-933-320-75-45 Скоро начнем читать И ваши смс-сообщения Но еще проще проголосовать В начале информационного вещания Этого вечера Мы запустили голосование И предлагаем вам Три четких варианта Кто же по вашему Должен отвечать за ЧП И кто должен контролировать работу Прямо сейчас видим Промежуточные результаты Всего голосования Которое было в течение этого вечера Итак, бизнес все-таки отвечает За свои же предприятия И бизнес должен нести ответственность дальше Виноватые надзорные органы Которые недосматривают Либо это в целом проблема власти И той системы Которая у нас сложилась Прямо сейчас мы видим Те актуальные цифры Которые есть к этой минуте Что неудивительно Я по-прежнему остаюсь в меньшинстве Мой вариант ответа здесь первый Но нас таких с вами Только 27% И абсолютное большинство людей Которые говорят Что это в принципе Проблема власти в целом И здесь мне кажется Такой страшный момент Мы сейчас во всех проблемах Уже не разбираясь Видим только проблему власти Потому что у нас проблем власти много И очень много к этому приводит Но иногда уже начинаем Так заранее Сами себя раскручивать И ту проблему Которую можно было решить На уровне надзорных органов И контроля Либо даже на уровне Самих организаций Они тесно сотрудничают С представителями Правительств и региональных И федеральных Уже мы начинаем думать Нет Эта проблема Несколько глобальнее Чем она есть И вот к слову Об экологических происшествиях Прямо сейчас издание базы Пишет Это вот срочно новость Что в Москву Реку в центре Москвы Заполняет Неизвестная зеленая жижа Местные жители Сняли поток жидкости Ядовитого оттенка Он вытекает Из канализационного Отверстия На Пречистинской Набережной И пока неизвестно Могут ли эти вещества Причинить вред Флоре Москвы Реке И существует ли она Но на месте Уже сейчас работают Сотрудники МЧС Иронично, что это Причистинка Еще при этом И у нас Ни один человек Из тех, кто Хоть раз в жизни Продюсировал Хоть какую-нибудь Неделю в новостях Нет такого, кто Не получил бы Такие же и видео И фото Доказательства И просто звонки О том, что то же самое Происходит и с Енисеем И регулярно Но мне кажется Здесь у нас Как уже говорили Эксперты Есть пример Западный Удачный пример Но которым Мы не так Часто пользуемся Как хотелось бы Да, и вот сегодня Мы поговорили С представителем Greenpeace Еленой Сакирко О том, как во всем мире Вообще справляются С экологическими катастрофами Понятно, что это проблема Не только нашей страны Какие там существуют Механизмы предупреждения И какие там Меры ответственности За ущерб окружающей среде И что нужно сделать России Чтобы вот Как-то перенять Этот мировой опыт Давайте послушаем Эксперта Сейчас В других странах Ответственность За Произошедшие аварии Она гораздо Выше Чем У нас И вот у нас Действительно Стало чем-то невероятным Вот этот штраф Который Был назначен Норникелю Там Это в общем Нормальная оценка Ответственность За то, что случилось По-другому Работает система То есть Скажем Если кратко То там Некая есть Неотвратимость Наказания За подобные аварии Есть Компания Которые Ну как бы Определяются Как ответственные За Совершенный разлив И так далее И там Другие аварии И дальше Они Очень Ну как бы Одно Работают Над ликвидацией Последствий И Штрафы Они такие Что Компания Не может Ну За Каждое Время Момент Который Они не Ликвидируют Последствия Который Они не Признают Себя Там Ответственным За То, что Произошло Они Теряют Очень Много В деньгах Поэтому Они В общем-то Заинтересованы В том Чтобы Как можно Раньше Быстрее И Оперативнее Ликвидировать Последствия Другой вопрос Что Некоторые Последствия Разливов И аварии В принципе Их вообще Любые Аварии До конца Последствия устранить Просто невозможно И поэтому В принципе Мы считаем Что Нужно Ну там Не знаю Отказываться От некоторых Технологий Таких Как Постепенно Да Менять Меняться В сторону Более Зеленых Технологий Есть Компания Shell И BP Например Сейчас Активно Переходят На ветровую Энергетику И вкладываются В это направление И это В общем-то Правильный Вектор Нужно Развивать Экологический Мониторинг Который Будет Не просто Реагировать На сигналы О бедствии Но Предупреждать Их То есть Сейчас В природоохранных Ведомствах Просто Не хватает Людей Часто Для того Чтобы оперативно Отслеживать Информацию Выезжать На место Не хватает Ресурсов Плюс У нас Во всей стране Есть огромное Количество Накопленного Экологического Ущерба И вроде бы Есть федеральная Программа По ликвидации Этого ущерба Но Что это значит Это какие-то Ставленные Бочки Это старые Склады С химикатами Вот Но По факту Про многие Объекты Нету Даже Полной Информации И Они Также Продолжают Оставаться На своих Местах А нужно Постепенно Их Безопасными Способами Ликвидировать Рекультивировать Вот И Это тоже Одно из Наших В том числе Требований Нашего Зеленого Курса И Мы считаем Что это В том числе Может Как-то Предотвратить Возможные Будущие Аварии Как интересно Послушать Как работает Рыночная Обычная Рыночная Экономика Где все Решают Деньги Когда компания Знает Что если Вдруг что Тебе прилетит Не 30 тысяч Рублей штрафа А у тебя будет Огромный штраф Как это работает Мне понравилось Еще слова Про вкладываться Когда государство Стимулирует Компании Вкладываться В экологичные Разработки Это же тоже Очень важно А у нас Даже Видимо В резервуары Вкладываться Не стимулировать Можно сказать Так что Государство Вкладывается В то Чтобы компании Возмещали ущерб Ну и то Очень редко И не всегда И как мы видим На фоне последних Событий Через суд Если речь идет О какой-то Более-менее Соразмерной Компенсации Все это Очень сложно И не так просто Это вытребовать Может быть У нашего зрителя Есть другой ответ На вопрос Что делать Здравствуйте Здравствуйте Чуть погромче Мы вас плохо слышим Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Олег Я в принципе Согласен С предыдущим Выступающим Человеком О том Что меру ответственности Все эти дела Нас на нас На плечи Прежде всего Потому что Мы Немного Натали потреблять Бедниче Естественно Нужно Это все Обеспечить Нам Поэтому Идут нарушения И все остальное Меры ответственности С них конечно Не снимаются Но Есть один нюанс Если бы наша система Государственная Предоставила Предоставила Бизнесу Хотя бы Какой-то Ну Поощрение В виде Снижения Налогов Либо еще Что-то Чтобы они Складывались Тогда Может быть Наши Думали О том Что Нужно Модернизировать Своё Оборудование Списывать Старое Покупать Новое Получали бы Субсидии На это Тогда бы Конечно Но это В любом случае Ответственность Лежит Конечно В первую очередь На нашей системе А потом На наших Бизнесменах Ну и Опять же На нас Принцип Коллективной Ответственности Спасибо большое Услышали Ваше мнение У нас есть Еще один Телефонный звонок Добрый вечер Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Наталья Андреевна Наталья Андреевна Кого вы считаете Главным Все-таки Главным Виновником Всего происходящего И Тем лицом Который Должно отвечать Я думаю Что это Бизнес Контролирующий Мой орган Вкупе Почему Я так думаю Что там Все завязано Сама система Контроля Она может У нас и хороша Но Люди Видимо Не очень хороши Которые Там сидят Годами И связями Обросли И так далее То есть Именно Вот эта Взаимосвязь Взяточничество Вы это Имейте ввиду? Даже Не взятничество Даже Не обязательно Денежные отношения Просто По дружбе Так скажем Очень важный Момент И это Сложнее Исправить Чем просто Провести Некую реформу Очень даже Годится за нами Подружбе Предупредить Не обязательно Где-то В больших Сферах И по мелочи Вот так Между Обычными Людьми Предупредить Что там К тебе Придут Обязательно Даже Если человек Вор Закоренелый Но предупредить Надо Сосед Друг И так От Все молодцы Все молодцы И контрольные органы И бизнес Пишет Кристина Что во всем Виноваты люди Вот такое мнение Есть Игорь пишет Коррумпированная Так называемая Власть Виновата И как следствие Безответственный Бизнес И катастрофа Это лишь вопрос Времени Что касается Контролирующих Органов В кавычках Пишет Игорь То они Представлены Милыми Глупышками Пишет Денис Контролирующие Органы Не контролируют Бизнес Властей Максим Пишет Все прогнило Как власть Евгения Тоже Комментарии Оставила Может Раз бизнес Не справляется Передать Все снова Государству Крупному Бизнесу Всегда Плевать На все Кроме денег Пока Вот такие Сообщения В социальных Сетях Очень много У нас сообщений Как раз Людей Которые Хотят выбрать Все три Варианта Вот если бы тебе Нужно было Как нашим Зрителям Выбрать Только один Вариант Кто ответственный Кто виноват На ком вина Лежит Кто это Я все-таки Наверное За контролирующие Органы У нас с тобой Сегодня противоборствующие Мнения Ты на бизнес Я на контролирующие Органы Потому что Понятное дело Что бизнес За этим Следит Но ты сама Понимаешь Как они за этим Следят К сожалению Понимаю И я понимаю Что им не хватает Вот какого-то Вот сверху Спускового Такого вот Крючка Который будет Постоянно постукивать По ним И говорить Что вот Исправляйте Меняйте Делайте ремонт Какой хороший образ У нас получился Как считаете вы Кто крайник На ком вина Это бизнес Который допускает Такие серьезные нарушения Которые потом Влекут катастрофу Экологическую В том числе Это надзорные органы Которые должны бы Постукивать И говорить Что ребята Работайте хорошо А они часто Так не делают Либо это в целом Проблема власти И той системе В которой мы живем Мы хотим услышать Ваши ответы Через минутку После небольшой рекламы Звоните прямо сейчас 200-00-65 Прямой эфир Вы смотрите программу Прямой эфир Мы продолжаем обсуждать Тему экологии И экологических происшествий Которых к сожалению Становится все больше и больше Даже не могу сказать Год от года Месяц от месяца Судя по последней хронике Очередной скандал Обсуждаем мы сегодня В новостях Еще помним ситуацию В Норильске Знаем ситуацию На Камчатке По крайней мере Те данные Которые уже известны Что происходит И кто виноват В том что экологических Происшествий Разного масштаба Становится все больше и больше Бизнес недобросовестный Зачастую надзорные органы Которые не хотят Выполнять свои обязанности Либо это проблема власти И той системы В которой мы с вами живем Мы хотим услышать Сегодня ваши ответы На эти вопросы И прямо сейчас Есть у нас Очередной звонок От телезрителя Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Александр Александр Вы как считаете Кто виноват Все таки Вот в этих происшествиях Ну я считаю 50 на 50 И бизнес И власть Как Вы что-то пропали Александр Сейчас слышно Да-да-да Слышим вас Поясните Почему вы так считаете Ну потому что Когда будут Привлекать к ответственности Непосредственно Собственников Предприятий А не стрелочников Вы имеете ввиду Как сейчас происходит Да А не Директоров Которые наемные Такие же Ну как И остальные рабочие Тогда я думаю Будет Эта система Отлажена И еще Вот если Контролирующие органы Тоже будут контролировать Вот как сотрудники МЧС Они лично отвечают За тот или иной объект Если произошло Произошел пожар То сотрудники МЧС отвечают Ну лично За данный объект Которых также привлекают К ответственности Ну как ответственность За пожарную безопасность Вот он на стене висит Так же надо И в крупных организациях Вешать Вот ваш там Специалисты Из Ростехнадзора Да Опечатывать Опломбировать Чтобы знали Если что С кого спрашивать Спасибо вам большое Александр за ваш звонок Нам подсказывают У нас есть Еще один телезритель На связи Добрый вечер Как вас зовут Добрый вечер Дорогие девочки Здравствуйте Меня зовут Елена Катюша Солнышко Да неужели Ты сама не понимаешь Когда контролируешь Все вот эти безобразия Да Места вот эти Таракани Да Майонез И все прочее Места вот эти После крыс И так далее Да Так неужели Ты не понимаешь Что зависит От профессионализма На каждом месте Рабочем От самоконтроля Прежде всего А там дисциплины Понимаете Вот пришла с прозеркой Да Ну и увидела Это хорошо Если никто не позвонил заранее Не предупредил И увидела такое безобразие И конечно туда не пойдешь есть Понимаете Ни в коем случае В этих столовых Я поэтому Голосую за бизнес Я так понимаю Например Вот Родионова Приехала Посмотреть Черное небо Посмотрела Покрасовалась Как написали Милая там Что там Пустышка Вот Поэтому Когда у нас Комитетами Такого Природнадзора Будут командовать Вот такие Милые пустышки Все будет Впустую А вот знаете Пусть на Рильск Это что случилось Когда вот этот Отвечал за Природнадзор Разговаривал В интервью С Ильей Зайцевым Очень жаль Что сейчас Его нет Что он сказал Меня уволили В принципе Потому что Практически Выдволили Потому что Человек Порядочный И честный Значит что Профессионализм Профессионализма Нет Система гнилая И ничего Пока не исправим Все зависит От того Что как мы Настроим Самоуправление Когда каждый Человек Знаете Будет ответственный За свое место Когда каждый Депутат Будет отвечать За своих избранников За свое место И почему Алеша Клешко Вы знаете В бездну наступил Да потому что Он с самого начала Молодым Начинал Заместное Самоуправление И закончилось Это бездной Поэтому понимаете Не нужно Отчаяние Нужно Депутаты Которые Понимают Ответственность Нужна Власть Исполнительная А приходишь В эти кабинеты Да Красивые Такие Обихоженные Они говорят А вы знаете Мы Все Мы власть Мы исполнительные Но вы идите В частные структуры И платите Деньги За контроль Понимаете Это просто Безобразие Спасибо вам большое Елена За ваше мнение Глубокое мнение Буквально обнажило Вот все Ключевые проблемы Нашей системы Вот Контроль Спасибо Елена Вам еще один телезритель Прорывается в наш эфир Здравствуйте Добрый вечер Как вас зовут Денис Юрьевич Денис Юрьевич Вы как считаете Кто все-таки виноват Я думаю Здесь целиком Просматривается Системность Но Во-первых Владельцы бизнеса Организаторы бизнеса Да Дальше Смотря на что Они заточены Либо на Извлечение Исключительно Прибыли И Ну в общем Первое Организаторы бизнеса И владельцы Второе Контролирующие органы Да Мы прекрасно понимаем Что Все подобные Организации Это не павильон И не ларек Хотя и Такие организации Всегда контролируют Вот Ну а тут Система прогнила Очевидно Для всех Не нужно Тут уже Придумывать Высасывать Из пальца Система прогнила Как внутри Так уже И снаружи И эти уже Не залатать И Как это Наверное Не ужасно Звучит Наверное Уже Специально Хорошо Что вот Уже Все наружу Вылазит Уже Ни для кого Ни секреты Не спрячешься Мы по телевизору Уже 30 лет Слышим И видим Вначале К чему Мы шли Что нужно Подтянуть Пояса Вот налоги На это Повысим Вот налоги На это Повысим Введем Эти налоги Чтобы Ну Золотать Нечего Все Платили Платили За все Платили Платили И по итогу Оп И обновились Грустно Как-то Денис Ильич Получается Спасибо Услышали Ваше мнение Есть у нас Еще один Телезритель Может быть Позитивная Повестка Хотя Ее очень Сложно Найти Я больше К Денису Юрьевичу Но надеюсь Еще на что-то Светлое Здравствуйте Здравствуйте Как зовут Вас? Ирина Ивановна Ирина Ивановна Вы все-таки На кого Возлагаете Главную ответственно За все Происходящее Я считаю Что крупные Производства Нельзя доверять Бизнесу Ни в коем Разе Вот в результате К чему мы пришли А виновата В этом Система Нет порядка Нет главного Государственного Ока Ну смотрите У нас же есть Большой промежуток Истории Конкретно Нашего государства С национализированным Подходом И тем не менее Были крупные Экологические Катастрофы Крупнейшие В мировой истории Восемьдесят Шестой год Все национализировано Ну все равно Потому что Все-таки Тоже мало было Контроля Но все-таки Это было Государство И была Вышка За такие Крупные Преступления Сейчас На нары Сибирские Канары Отправляют А вы знаете Кого наказали За тот же Чернобыль Не знаю И мы не знаем Вот именно Есть у нас Еще один телезритель Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Михаил Ну Мое мнение Такое что Виновата Власть Потому что Позволение власти Контролирующие органы Могут договариваться С бизнесом Бизнес ведет себя Безответственно Потому что Очень часто Не несет В конечном итоге Ну Какое-то Серьезное Именно Ответственность Не финансовое Не юридическое Избегает Избегает Ответственность И поэтому Ну Контролирующие органы Тоже Где-то идут На пославление Либо еще что-то Ну и в конечном итоге По моему мнению То есть Виновата власть И надо Искать проблему Там Законодательство В властных структурах Спасибо вам большое За ваше мнение Михаил Я так понимаю Что Михаил все-таки Говорит про власть Как про систему То есть Виновата система Что бизнес Может Контролирующие органы Могут договариваться С бизнесом Идти на какие-то уступки И как бы Нужно менять законодательство Да Мне кажется Мнение именно в этом Но знаешь Чем больше у нас Власть не понимает Этой истины О которой в том числе Говорит Михаил Тем больше у нас Появляется звонков Людей Которые дважды За этот эфир Призывают Как-то Все национализировать Давай посмотрим Последние цифры Нашего голосования Абсолютное большинство Там по Как раз По вине власти Или же нет Какие мы цифры видим Больше половины На власти 53% У нас 21% Говорят Что вина На контролирующих органах И 26% Как я вижу 26% Действительно Это Считают они Что бизнес виноват Все-таки И они должны Нести ответственность За подобные Происшествия Экологические И вот та система Власти Которую мы Сейчас видим Которую имеем Вроде бы Она у нас Тоже похожая По формальным признакам На европейскую Но если там Работает Мы не можем Дожать Чтобы наказывать Хотя бы рублем Эти организации Потому что Это чьи-то друзья Часто там Чьи-то товарищи И на одной даче Вместе сидели То мы начинаем Откатываться В нашу Уже предыдущую модель Которую мы уже Тоже прошли Но не факт Что будет лучше Никто же не знает Вот именно Мы же это все Уже проходили И понятное дело Что я считаю Что если передать Компании государству Будет просто Путь меньше То есть не нужно Будет контролирующим Органом Договариваться с бизнесом Как бы контролирующие органы Будут договариваться Сами с собой Проще найти кума И меньше будет Таких людей Знаешь Вот мы с тобой В начале эфира И на его протяжении Высказывали свои мнения Я за бизнес Потому что действительно Сколько я хожу по проверкам Я уверена Что это личная ответственность Каждого бизнесмена Если вы так себя ведете Виноват не тот Надзорный орган Который до вас не дошел А прежде всего Вы это моя жесткая позиция Ты высказывалась За надзорные органы Но зрители оказались правы Потому что все равно Власть это Та сфера Та структура Которая позволяет И надзорным органам Так работать И бизнесу так работать Так или иначе К сожалению Все выходит Именно в эту тему И в эту историю Поэтому спасибо большое Тебе за этот эфир Спасибо большое Нашим зрителям За огромное количество мнений Которые сегодня Высказаны были Очень во многом Мы сходимся И очень во многом Хотим Чтобы происходили перемены Хотелось бы Чтобы они и сверху В том числе шли Ну а мы снизу Как можем Доносим информацию В том числе вместе с вами Будем продолжать Я думаю это делать Спасибо вам большое За эфир Ну а эфир на телеканале ТВК продолжается Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому